Успех. Определение этого слова вполне очевидно. Удача в достижении чего-либо. Сегодня успешных женщин в мире немало. У каждой из них своя история достижения успеха. Рыбничанка Ольга Пурахина молода и инициативна. Сегодня она руководитель информационно-правового центра «Виолекс». Идея открыть неправительственную организацию по оказанию бесплатных услуг в юридических вопросах и психологической помощи Ольге пришла не случайно. Я около 10 лет проработала психологом, больше 10 лет. И очень часто, ну может быть уже через несколько лет своей работы, я поняла, что мои клиенты, то есть люди, которые приходят ко мне с психологической проблемой, очень часто там еще есть юридическая составляющая. Даже больше того, я понимала, что мою часть работы я не смогу завершить, потому что у людей не устранена юридическая проблема. То есть, например, люди не могут решить какую-то семейную проблему, не могут решить, с кем будет ребенок, именно потому что они просто не пошли и не сделали это, или не знают, как это сделать. Такое тоже часто бывало, что люди просто не знали, как сделать. И вот тогда появилась идея, что нужно, наверное, не просто бороться с последствиями, устранять, снимать психологическое напряжение, а что нужно попробовать устранить причину, нужно помочь людям решить проблему во всех ее составляющих. И тогда я, грубо говоря, все знали о том, что я вот как-то загорелась этой идеей, я начала искать людей, с которыми я бы хотела это сделать. Собрав единомышленников, Ольга начала реализовывать свою задумку с помощью инициативной группы. У нас получилась команда единомышленников, мы все знакомы. Наш юрист когда-то была моей ученицей, моя коллега-координатор, мы учились вместе. То есть, это такая действительно команда друзей, команда единомышленников. То есть, это был проект, где мы оказывали людям психологическую помощь и помощь в решении трудовых споров. Информационно-правовой центр действует уже более трех лет. Сегодня здесь оказывается ряд бесплатных услуг. Одним из главных направлений центра является юридическая консультация. Мы работаем по трем направлениям – жилищное, трудовое и семейное право. По семейному праву это в основном алименты, развод, раздел имущества реже. По трудовому законодательству чаще всего это нарушения в сфере выплаты, заработной платы или увольнения. Очень редко бывает по оспариванию дисциплинарных взысканий, что очень жаль, потому что в этой сфере тоже много нарушений. По жилищному праву в основном прописка-выписка. Это самый частый случай. Насколько важно знать не только закон, но и свои права, мы начинаем понимать только тогда, когда сталкиваемся с их нарушением. Быть юридически грамотным человеком, уметь отстаивать свои права – актуально и полезно. В этом убедилась рыбничанка Олеся, столкнувшись с серьезной проблемой. Так случилось, что меня незаконно уволили, и узнав от знакомых, что есть такая организация, Виолекс, которая оказывает бесплатные юридические консультации, есть такой юрист центра, Думанская Оксана Игоревна, я обратилась к ней, и по ее совету, несмотря на то, что меня очень многие отговаривали, я решила отстаивать свои права и обратилась в суд. Судебное разбирательство трудового спора длилось полтора года. Но Олеся не теряла надежды на справедливый исход процесса. В итоге Олеся Викторовна выиграла судебный процесс. Ею были получены все положенные выплаты, изменили формулировку причины увольнения. И хочется сказать, что, к сожалению, это редкий случай, когда обращаются за защитой своих трудовых прав. Обычно люди не решаются, так как не верят в положительный исход дела, им кажется, что работодатель всемогущ и все решено, но на самом деле это не так. И хочется дать совет, что нужно не бояться, обращаться за защитой своих прав, потому что если закон на вашей стороне, вы обязательно победите. Сегодня сотрудники информационно-правового центра «Виолекс» оказывают комплексную помощь как в юридической, так и в психологической сфере. Очень хорошая связка, когда мы оказываем юридические услуги и психологические, потому что чаще всего, то есть когда люди приходят по семейному, а чаще всего это разводы алименты, у них всегда есть еще необходимость обратиться к психологу. Ну для того, чтобы просто не поубивать друг друга, а разойтись цивилизованно. Мы оказываем психологическую помощь людям, которые об этом просят. Люди приходят на консультацию к юристу, и если такая есть необходимость, юрист может предложить, что если вы хотите, вы можете поработать и с психологом. В таком случае они уже обращаются или ко мне, или к Ольге Васильевне, так как она тоже психолог, и далее мы можем с ними работать. Как отмечают руководители организации, одним из приоритетных видов деятельности в их работе это юридические семинары. Профилактика лучше любого лечения, поэтому кроме юридических консультаций у нас есть еще один вид деятельности, который мы стараемся особо продвигать, и мы делаем на этом большой акцент, это юридические семинары. То есть наш юрист, исходя из того, по каким темам больше всего обращений, разрабатывает юридический семинар. Продолжительностью обычно около полутора, ну максимум двух часов. Мы на эти темы готовим семинар, и опять же бесплатно в нашем офисе каждый последний четверг месяца мы проводим юридический семинар на одну из наиболее актуальных тем. Мы решили сделать цикл семинаров с более подробной информацией. Начинали с того, как заключать трудовой договор, что нужно там увидеть в этом трудовом договоре, сколько экземпляров его должно быть, как устраиваться на работу, как правильно увольняться, отпуска, то есть что нужно знать, что нужно выплачивать, больничный. То есть это был цикл, но более таких узких направлений, и было достаточно, они пользовались популярностью. Как поясняют сотрудники центра, юридические семинары не только помогают выйти из сложных ситуаций, связанных с нарушением прав. Иногда знание законов помогает не допустить возникновения этих проблем. На консультации люди ходят, то есть, простите, тогда, когда уже ситуация обострилась настолько, что человек больше не может терпеть, и вот тогда он обращается, но очень часто проблема очень глубоко зашла, а человек мог бы прийти раньше и мог бы узнать о том, что его касается, и никогда, допустим, получить юридические знания, и никогда этим не воспользоваться. Это лучше знать и никогда это не применить. То есть не значит, что если ты придешь на семинар о том, как увольняться, что тебя обязательно уволят, но ты просто будешь знать о том, как себя вести, и, возможно, именно поэтому ты никогда в эту ситуацию не попадешь. Также в информационно-правовом центре «Виолекс» проводятся тренинги для всех заинтересованных в повышении своей квалификации юристов. Приглашенные эксперты уверены, что такие тренинги помогают решать правовые вопросы качественнее и в срок. Мы надеемся, что это полезно как для юристов, практикующих адвокатов, так и для сотрудников различных общественных организаций. Полезно почему? Потому что вследствие наших дискуссий, наших обсуждений, разбора различных практических ситуаций, я думаю, они будут более подготовленными и смогут лучше помогать людям в защите своих прав. Еще один немаловажный аспект в работе «Виолекса» – сельским жителям оказывалась выездная юридическая помощь. Мы попробовали выезжать в село. То есть мы делали выездные консультации в село, пытались договариваться, договаривались с администрациями сел. Ну, было по-разному. В каких-то селах отозвались, люди шли с удовольствием, в каких-то селах сказали «Спасибо, нам не надо, у нас все хорошо». Но там, где люди приходили, это отозвалось. Да, были очень много жилищных вопросов, деления территории, это семейное право, это развод алименты тоже. Но это актуальные темы. Как отмечают специалисты информационно-правового центра, самые сложные ситуации, в которых приходится разбираться юристу, случаются с сельскими жителями. Обращалась к нам девушка, у которой была очень сложная проблема. Ее, можно сказать, выселяли из ее же жилого дома, в котором она жила с детьми. И она к нам обратилась только тогда, когда ей полностью отключили все свет, газ. И когда она обратилась, к сожалению, из-за ее правовой неграмотности восстановить полностью ее права было сложно. Но все-таки нам удалось помочь ей составить заявление в суд. Она осталась там жить. Мы составили заявление об устранении препятствий, пользовании этим домом. И дело закончилось в ее пользу. Рыбничанин Дмитрий – один из тех, кто, обратившись за юридической консультацией в Виолекс, воспользовался советом и решил свои проблемы. Я не решался долго пойти на этот шаг. У меня были некоторые моменты, были вопросы по поводу жилищного права. И когда я получил консультацию, то, в принципе, я решил все свои проблемы. В Виолексе работают такие же квалифицированные специалисты, как и платные юристы. И вполне можно, в принципе, получить бесплатную качественную консультацию, что, в принципе, я сделал, воспользовался этой возможностью. Обратившись за юридической консультацией и получив профессиональный совет, человек решает сам, как ему дальше быть. Но всегда есть те, кто старается отстоять законную точку зрения. В прошлом году мы зафиксировали, что после нашей консультации 32 человека обратились за защитой своих прав в суд. Еще 8 в Верховный суд. То есть, конечно, мы не всегда получаем обратную связь. Иногда бывает, человек обратился за консультацией, и дальше мы уже не знаем, что произошло. Бывает, что он к нам повторно приходит через год или полтора с другими вопросами. Только в этом случае можно узнать, что у него произошло. Вооружившись юридическими знаниями, любой человек может отстоять свои права, говорят специалисты Рыбницкого информационно-правового центра «Виолекс». Знать, пользоваться и при необходимости защищать свои права – это разумный выбор каждого человека. Сегодня руководитель организации Ольга Пурахина считает приоритетной целью центра «Повышение правовой грамотности у населения». Сплоченный общей идеей коллектив трудится и планирует реализовывать другие интересные проекты.